Всем привет! Канал Дрон Дронович 46 на связи. У нас сегодня идет дождь, на улице невозможно работать, и я решился заняться немножко другими делами, тоже по пчеловодной линии. Значит, это дно от улика, модель называется мини-плюс, это облетник на две маленькие пчелосемьи рассчитанные, которые используются по додановской рамке. Корпус я вам не буду показывать, он нам не столь важен сегодня. Значит, что нам надо сегодня сделать? Нам надо прикрепить сюда литковую планочку прилетную, вот так вот. И надо будет поставить вот такой с нержавейки железный литковый заградитель. Как известно, они идут с завода просто отлитые и не крашеные, просто белый цвет. Красил-то я уже сам в том году, уже поздно летом взял, обкатать их не успел. Многие вот эти вот отверстия, литок затыкивают поролоном, ватой, пенопластом, там и еще и всем остальным. Ну, все это колхоз. Нам надо, чтобы это было все по феншую. Для этого нам потребуется прилетная доска. Покрасил я отдельно, потому что сразу, когда красил дно, не были готовы. Но это не столь важное. Такой вот литковый заградитель на 12 см. Есть на 14-16 см, но сюда подойдет именно на 12 см. Как раз саморезы 45-50 см, ну и, естественно, гвозди. Обычные гвозди, что мы сбиваем рамки. Ну что, приступим. Показываю в реальном времени, без монтажа и без дублей. Значит, в первую очередь, мы берем гвозди обычные, вот такие, что мы сбиваем рамочки. И нам немножечко надо срезать шляпку. Я потом объясню, для чего это делается. Берем болгарку и немножко пошумим. Все, два гвозика у нас готовые. Откладываем их пока. Берем прилетную планку. Я их уже покрасил, потому что они были не крашены. И просто прикручиваем саморезами на 50 см. Да, и самое главное, когда будете сверлить, поставьте момент затяжки. У меня стоит на пятерочке. Почему? Потому что это не дерево. Прокрутится моментом. Мощность большая. Дальше берем литковый заградитель. И вот этими двумя гвоздиками просто пока прибиваем. Прибивается пока это на время. Для чего? Для того, чтобы нам надо наметить, где будут проходить гвозди. До конца не добиваем, чтобы гвоздь сантиметра, миллиметров пять торчал. Вот так вот все наметили. Потом вытягиваем гвозди. Вытягиваются они очень легко. Почему литок держаться не будет? Вернее, не литок, а загородитель. Потом я вот здесь уже зачистил болгаркой. То есть снял глянец. Не знаю, видно на камеру нет. Для чего? Чтобы клей лучше присох. Берем клей. Обычный супер клей. И промазываем там, где мы прошли болгарочку. Немножечко. Наносим клей. Вот таким вот макаром. Таким вот образом. Все. Теперь прикладываем. Метки у нас от гвоздей уже сохранились. И на эти места прикладываем. Все. Приложили. Потом берем наши гвозди. Наносим немного клея. Обставили. Берем второй гвоздь. Делаем то же самое. Он легко заходит. А теперь уже пробиваем полностью. До конца. Все. Готово. Теперь литок будет держаться очень крепко. Теперь объясню. Для чего мы подтачивали шляпку в гвоздиках. Смотрите. Это во-первых не дерево. Если в дерево можно посильнее гвоздь прибить. Притянуть. И он затягивает. Ну притягивает посильнее литок. То есть как бы шляпка входит в сам заградитель. То это пенопласт. Здесь такого не будет. Он дошел до своего. Дальше он не притянется. Он как бы выходит немножечко назад. И поэтому когда мы вставляем литок. Он нам бы упирался и мешался. Вот так он бы торчал. Вот тут. Вот здесь. Сейчас. Смотрите. Все свободно проходит. Нигде не заедает. Нигде не трется. Вот свободненько. Смотрите. Раз. Вот ставили. Вот. Все. Не мешается. И проходит все свободно. Вот эти два саморезика. Ну еще разочек красочкой пройдем. Чтобы они не ржавели. Чтобы вид был эстетичный. Ну вот и все. Сейчас проделаю ту же самую операцию с другой стороной. Ну показывать уже вам не буду. Надеюсь и так было все видно. Понятно. Если что не понятно. Пишите в комментариях. Отвечу по возможности на все вопросы. Все. Всем спасибо. Всем удачи. В пчеловодном сезоне. До свидания. Да. И не забудьте ставить лайки. И подписочка с вас. Всего доброго. До свидания.